Всем привет! Итак, по выплатам внутрепремещенных лиц. Почему на данный момент замечается задержка в выплате этих сумм? И хочу напомнить, что ранее всем приходили эти деньги 9 числа. В этом месяце, в ноябре, 9 число это была среда, сегодня уже 13 число, понедельник, и денег до сих пор нет. Ну, учитывая то, что, во-первых, что были выходные, это 11-12 число, вот, и очень главный, очень такой весомый аргумент в задержке, это в первую очередь то, что сейчас Министерство социальной политики осуществляет перенос баз клиентов, внутрепремещенных лиц. В централизованные базы, то есть об этом еще писали месяц назад, о том, что они внедряют централизованную систему по оформлению и учету внутрепремещенных лиц. И сейчас как раз этот процесс происходит, поэтому проводится, будет задержка в выплате. Насколько же задержат выплаты внутрепремещенных лиц? Во-первых, я хочу сказать, что как такого регламента дат выплаты внутрепремещенным лицам нету и не было. 9 число это такое условное число, которое удобно для госбюджета, для выплаты вот социального фонда этих денег. То есть они махом выплачивают сначала пенсии, социальные выплаты, а потом выплаты по внутрепремещенным лицам. Поэтому повторюсь, что как таковых нету дат, которые утверждены каким-то регламентом. Вот, поэтому 9 число это условное число, но все же когда ожидать выплат? Сегодня понедельник, 13 число. По информации еще будут проводить операции по переносу вот этих баз, централизованные базы. Вот, и по идее сегодня казначейство уже начнет перечислять деньги на банки. Сегодня, завтра, 13-14 число. И в районе 15 числа, то есть в среду, стоит ожидать зачисления денег банками на ваши карты. Вот этих денег по внутрепремещенным лицам. Напомню, суммы это 2000 гривен и 3000 гривен для детей и инвалидов. Вот, поэтому ожидаем 14-15 число зачисления денег по внутрепремещенным для выплаты денежных помощей внутрепремещенным лицам.